Всем привет, друзья! В этом видео мы с вами поговорим про работу на таком маркетплейсе, как Wildberries. Я эту тему затестил, я ее попробовал, у меня есть какой-то опыт, даже есть в продаже. Если вам интересно поработать на Wildberries, пожалуйста, подпишитесь на канал, а в этом видео я вам попытаюсь лично свой опыт рассказать, показать, короче, с чего это все начиналось, как это все правильно делается, потому что у многих есть такие нераскрытые вопросы в плане, как упаковывать, где брать штрих-код, все такое. Я эту тему вообще просто изучал с нуля, я там был, я не знаю, как будто я плавать учился, вот меня в бассейн взяли, швырнули и сказали, все, плыви. Вот, так что, если вам эта тема интересна, я вам подробно попытаюсь рассказать свой опыт и свою вот эту всю историю, как это все получалось, вот, и с какими трудностями, самое главное, я там вообще столкнулся, потому что трудности было, их было немало, и я вам все расскажу. Так что подпишитесь, пожалуйста, на это видео, я думаю, видео будет в двух частях походить, и погнали! Я думаю, это видео разбить на несколько частей. Это будет первая часть, наверное, этап подготовки всего товара, как работать с личным кабинетом, какие трудности там есть, какие личные кабинеты там есть, потому что есть новый личный кабинет, старый, но вот старый вообще даже не хочу заглядывать, мы сейчас по новому личному кабинету, но будем только проходить в этом видео, только по-новому, по всему, то, что актуально на сейчас, на данный момент. Вот. И вторая часть видео у меня будет про выгрузку и про то, как уже отправить готовый товар, когда мы его сделали в интернете, и как этот товар, короче, скомпоновать, что клеить, куда клеить, и как отправлять, ну вот. И съездим на базу, я вам покажу, ну вот. На базу поедем в Подольск, там все увидите. Там ничего сложного такого нет. Там приехал, отдал, все. Через пару дней он там окажется на сайте. Ну, я очень переживал, когда готовил свою первую поставку, и я сейчас хочу поделиться своим опытом, своими знаниями, умениями, но с первого раза у меня все отлично получилось. Есть где-то косяки, были косяки, но, слава богу, они пред отправкой, короче, все исправлялись. Вот. Итак, давайте начнем. 2021 год. Маркетплейсы Wildberries Коронавирус. Так, что же нам нужно сделать для того, чтобы там, короче, начать торговать? Ну, во-первых, нам надо зарегистрироваться. Формы регистрации, там есть несколько. Там можно зарегистрироваться как самозанятый, там можно зарегистрироваться как ЭП, как ООО, и все в таком прочее. Вот. По выводу денег на карточку, я пробовал вывести деньги на дебетовую карту, потому что у меня там типа реквизиты, там БИК и корсчет, ну вот я сделал типа под тупого. Ну, у меня тогда не про канал, он сказал, давай там ПДП, ну вот, реквизиты, ИП-карточки. Я такой думаю, ладненько. Вот. А как зарегистрироваться с личным кабинетом? В этом поговорим. Итак, давайте самое первое. Это у нас идет регистрация в личном кабинете. Зарегистрироваться в личном кабинете мы можем, вот, мы попадаем на сайт Wildberries. Итак, мы попадаем, короче, на сайт Wildberries, я прям так, я не буду скрины. Листаем вниз. Где он тут? И далее у нас здесь идет, как партнером продавайте на Wildberries. Кликнули, там, стать продавцом, все дела, условия, все такое. Вот. И при комиссии, и все такое. Вот. Можно там продавать, как с своего офиса. Можно также продавать... Так, сейчас посмотрю, чтобы она нормальненько была. Короче, можно продавать, как с своего склада, также можно продавать с этого... с Fulfillment, да, так называется. Когда ты отвозишь этот продукт на склад Wildberries, и он уже потом его продает, реализует. Вот. О тонкостях и нюансах, и сколько там комиссий, ну, вот это я, скорее всего, чуть позже мы об этом поговорим. Вот. Короче, зарегистрировались, вы на Wildberries. Далее у нас идет, как добавить товар. Мы сейчас в личном кабинете, и сейчас быстренько, не будем надолго растягивать о том, как добавить товар в личный кабинет. Мы заходим в категорию товары, спецификация. Все делается через вот эту спецификацию. Все товары тут. Вы видите мои сейчас товары, которые продаются. Можно видеть номер номенклатуры, который... Как увидеть, что товар на сайте, это номер номенклатуры, извиняюсь. Короче, берем, скопировать и вставить в поисковик на Wildberries, и он там отобразится уже. Вот. Ладно, сейчас не об этом. Сейчас как добавить товар. Добавить товар, нажали. Далее. Мы отфоткали только что туфли. Выбираем категорию туфли. Основную категорию обувь он подстраивает сам. Далее. Пол. Женский. Страна-производитель. Это у нас Польша. Все указываем, как есть. Прям ничего не утаиваем. Артикул поставщика. Здесь у вас будут ваши циферки. Назовем так. Здесь ТНВ. То, что выбираете самостоятельно. Какое вам то, что подходит. Вот. Прочее. Сверху мы с грязи. Отлично. Бренд у нас. У нас бренд Атикер. Выбрали. Если у вас свой бренд, вам свой бренд надо сюда написать. Материал. Это у нас кожа. Процентное соотношение. Здесь просто. Видите, если ты больше, типа равняет 100%. 100% кожи. Комплектация. Это то, что у вас будет вместе с вашим товаром. То, что находится. Если у вас там, например, Что-то, не знаю. Там, предположим, здесь в туфли вы еще положили туда какой-нибудь браслетик. Пишем и туфли, и браслетик. Так. Здесь мы вписываем обувь. Одна пара. Все. Вот. Отобразился. Далее. Мы здесь выбираем основной цвет. Это у нас золотистый. Дополнительного цвета там нет. Коррекция. Ой, коллекция. Это у нас, если у вас есть коллекция, Любую коллекцию туда впишите. Артикул цвета товара. Это тоже важно. Вставляем. Это ваш тоже артикул цвета. Например, берем, ставим так. Это у нас будет голд. Далее. Вписываем размер. Российский размер. А как определить российский размер? Если обычно размер 37, нажимая российский размер, видите, здесь размеры то, что есть. Можно ускорить это все. Вот 37 размер. И российский это 23, 23,5. Вот. Штрих-код товара. Как его получить? Ну и просто сгенерировать штрих-код. Нажимаем. Все. Штрих-код товара теперь есть. Как работать со штрих-кодами и как их клеить, это в следующем видео. Далее. Мы добавляем фоточку. Вот она одна у нас уже есть. Сейчас загрузится. Файл успешно загружен. Далее. Мы нажимаем. Установите цену. Еще раз я говорил. Посмотрели, сколько эта обувь стоит на сайте Wildberries. Вот. И ставим ту цену без скидки, без всего. Так. Сколько у нас розницу? Положим, они стоят около. Ну, я знаю, что она идет. 5900 у всех стоит. Устанавливаем цену. Все. Цена стоит 5900. Окей. Далее. Здесь описываем описание товара. Ключевые слова. Лайфхак. Ключевые слова можно брать из сайта Wildberries. Прямо заходим на сайт Wildberries. Сейчас я вам покажу, как это все работает. Вписываем убувь женская. Ну, не женская, просто обувь. Это я образно. Открываем аналогичную обувь. Либо и где брать ключевые слова. С этим товаром искали. Кроссовки мужские. Вот это, вот это, вот это, вот это. И вот они ключевые слова по запросу на Wildberries. Также ключевые слова можно искать здесь. Там обувь женская. И вот она пошла. Обувь женская, обувь женская весна, обувь для девочек. И вот это и есть ключевые слова. Так что с двух категорий. Через поисковик. И открываем ту обувь, которая схожа с вашей. И вот эти все запросики. Переходим назад. Вписываем здесь ключевые слова. Там обувь женская. Я не буду здесь долго описывать и так далее, и так далее. Вот. Создаем карточку. Карточка товара успешно создана. Как найти этот товар? Я забыл еще, кстати, самое главное упомянуть вам. В основных характеристиках у нас есть дополнительные поля, где вы ставите вид застежки, каблука, высота каблука, статоплатформа, декоративные элементы и вообще все, 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 все. Вот. Не забываем. Если что-то забыли, как это сделать? Нажали на карточке товара. Два раза просто кликаем, и он вам открывается. И меняем, что необходимо. Вот. Добавляем, меняем. И, например, у вас новый цвет появился. Добавили новый цвет сюда. Вот. Сохранили и продолжили. Каждому цвету и разному размеру будет отдельный штрих кода. Вот. Если я что-то упускаю, вы мне напишите в комментариях. Я вам обязательно об этом расскажу. Так. Как посмотреть, что ваш товар есть на сайте? Берем вот эти цифры, номенклатуру. Открываем сайт Wildberries. И, кстати, мои тупеньки. Вписываем сюда эти цифры. Господи. Чего ты его не загружаешь? Давайте здесь попробуем. Все. Тупеньки загружены. Я не знаю, почему Safari в таком качестве. Вот. Это одна фоточка. Ну, че? Как все получилось? Вот. Google нормально. Все спокойно. Спокойно открыл. Вот. Так как мы особо здесь все не расписывали, мы можем видеть минимальная самая информация, какая есть, размер и цвет. Вот. И что можно добавить к листу ожидания. Но его на сайте. До того, пока вы его не привезете на склад, он на сайте не появится. Он будет вот только здесь. Вот. Так в режиме а-ля закрытого просмотра. Вот. Как только его привезете на склад, туфельки будут на складе. Пока что все. Переходим дальше. Ребятки, после того, как добавили товар, разобрались, где вообще добавлять товар. Нам товару нужны нормальные фоточки. Фоточки можно делать в домашней обстановке. Я сейчас вас продемонстрирую, как это у меня вообще это все проходило. Вот. Ну, потому что, ну, фоточки нормально так можно сделать, нормально получается. Вот. Самое главное – это топ-скил, если ты умеешь работать с фотошопом. Наверное, это одно из самых таких главных. Вот так она у нас вся выглядит. Мы делаем для того, чтобы нам потом проще было все обрабатывать. Ставим листики. Я понимаю, это все выглядит по-колхозному, но у меня нету профессиональной студии дома. Вот. Поставили листики. Красивенько. Вот так. Подключаем софтбокс. Короче, софтбокс подключил. Все расставил. Съемочная площадка готова. Сейчас идем. Нам надо, берем любую пару оба. Это в качестве примера. Вот. Берем, ну, предположим, вот такое. Я обычно много коробок сразу беру. Сразу все обрабатываю. Берем обувь с левой ноги. Самое главное. Вытаскиваем все эти внутренние, которые там есть. Так, объясню, почему белый фон. Ну, во-первых, если у вас подошва черная, тогда вам проще будет это все вырезать. В общем. Почему фон сзади тоже белый? Ну, я уже не буду говорить. Это для всей обработки. Черную какую-нибудь подстилку иметь обязательно. Потому что если подошва белая, и вам будет тяжело вырезать с белого фона. Вот. Так что, либо черный низ, либо белый. В зависимости от того, какая обувь. Вот. Это у меня чисто образец. Вот. Берем, делаем, наклоняем вот так. Сотбокс. И делаем красивые фоточки. Вот такие. Я их буду делать на телефон. И покажу, что получилось. Сделали фоточки. Теперь обрабатываем через фотошоп. Вот. Я загрузил. В этом нам поможет. Очень прикольная тема. Для... Нам надо здесь сейчас сделать фотокоррекцию. Для того, чтобы эти цвета были намного ярче. Чтобы все выглядело лучше. И вот три взял. Это... Это все как пример. Ну, вот. Как пример большой одной работы. Вот. Эта фотография будет на главном экране. Самое главное, когда мы фотографируем, мы фотографируем вот так. Вот в горизонтальном положении. А, в вертикальном положении. Не в горизонтале, а в вертикале. Потому что это одно из главных условий. Ну, вот почему получаются хорошие фотографии у них. Я фотографировал в горизонтале. Но он начинает потом эту всю фотку ужимать. Поэтому надо всегда ровно, четко, вертикали. Вот в таком положении вертикальном это все делать. Вот. И обувь прям можно прям под самые края фотографировать. Вот. Сейчас обработаю. Покажу, что было до и как получилось после. А вы просто оцените. Я не профессиональный прям фотошопер. Но я умею с ним хорошо работать. Ребят, фотография до и фотография после. Вы видите разницу. Видите, как она сделана. Она сделана была. Вот. Благодаря свету одному. Свету второму. Три листа, четыре. Какая-то хрень. Одна, вторая. Вот. Так что креативьте. Это все очень простенько. Но фотография это самый главный большой инструмент при продаже на Wildberries. Почему покупатель захочет то, что это все купить. Короче, мы почти на финишной прямой. Нам необходимо там прописать теги и сделать всю эту оптимизацию. Мне, я вот описание продукта, я нигде, вот я отправлял первый раз 23 товара, я нигде не делал описание. Прям вообще нигде не делал. Но я везде ставил теги. Вот. Потому что теги я вот как ролики на YouTube заливаю, я понимаю то, что по тегам он как бы прокачивает его и делает оптимизацию по поиску. Так что теги прям must have точно ставить. Но описание тоже можно поставить, потому что это тоже плюс к оптимизации. Лучше не полениться чуть-чуть прописать. Это я, который первый человек взял первую партию товаров, выкинул на этот Wildberries. Думаю, пойдет не пойдет. Не знаю, 23 позиции взял туда, запихнул. И вот пошло и есть результат. Самое главное, участвовать в распродаже. Участвовать в распродажных акциях, делать скидочки на свой товар. Так что в личном кабинете, когда вы будете ставить цену товара, вы ее поставьте, пожалуйста. Вот у кренда, например, стоит 9 тысяч, и у него там идет там скидос 55%. Ну вот, и стоит она 5 тысяч. Не надо ставить 5 тысяч в личном кабинете. Поставьте также 9 тысяч рублей. Ну вот, а потом за счет вот этой скидки, которую вы будете предоставлять, вы будете конкурировать с другими, ну вот, людьми. Ребята, также хочу сказать по поводу комиссии Wildberries. У Wildberries есть комиссия 15%. Это под каждую категорию, ну вот, например, обувь, у меня идет 15%. Я даю за Wildberries. Это фулфилмент. Это такая программа, когда ты на склад отгрузил. Они тебе... Ты отгрузил на склад, они выполняют всю логистику. Логистика, вот смотрите, есть цена товара. Это минус 15% комиссионных Wildberries, минус цена логистики и минус цена хранения товара на складе. Вот, логистика в одну сторону 33 рубля стоит. Так что не думайте о том, что вы будете продавать какой-нибудь... Я буду продавать чехол на iPhone за 250 рублей. Ну вот, нет, потому что он не попрет этот чехол на iPhone. Это и образно. Потому что там логистика 33 рубля в одну сторону. Ему не понравилось, 33 рубля в другую, пожалуйста. И потом снова до нового заказчика, короче, 33 рубля. И там получится вообще по мелочи заработаете. Так что продавайте такой товар, который... Ну, вы понимаете, что в плюсе, да, даже если товар там 3 раза... Ну, 2 раза хотя бы минимум скатается. Но вот что вы все равно будете в плюсе, но вот и не будете в минусе. Бауберису должны. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, ждите следующее видео, ждите продолжения. Я там обязательно нараскрою больше тем. Напишите, пожалуйста, что я здесь не рассказал. Я упомяну это все в следующем видео. И до новых встреч. Всех обнял, приподнял. Всем пока.